Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами будем разговаривать о диких и культурных дрожжах. Вообще весь мир виноделия, ну скажем так, делится на две группы. Одни используют исключительно чистые культуры, говорят, что без них хорошего вина не сделаешь. Брожение на дикарях вообще непредсказуемо. И использование диких дрожжей крайне плохо, но еще куча всяких мифов. А другие же, наоборот, являются сторонниками исключительно натурального брожения, при этом считая, что чистые культуры это какие-то искусственные дрожжи. Но использование их крайне нежелательно. Вот сегодня мы с вами разберем все вот эти вот слухи, скажем так. Посмотрим, что из них правда, что не совсем. И поговорим об особенностях использования тех или иных культур в брожении и в изготовлении вина. Итак, первый миф как раз таки касается диких дрожжей. И высказывание есть такое, что дрожжей на винограде нет. А все дрожжи, которые берутся, они берутся с какого-то винодельческого оборудования. Даже как бы были эксперименты, которые это подтвердили. Ну, на самом деле, любой научный эксперимент, если у него есть цель что-то подтвердить, то вполне вероятно, да, что он это и подтвердит. На самом деле, я тоже смотрела эти исследования. И вот я, к сожалению, там не нашла, в какое время собирали эти грозди, как выращивался виноград, как обрабатывался и так далее. Так вот, даже если мы с чисто дилетантской точки зрения примем этот факт заистину, что дрожжей на винограде нет, тогда вопрос, откуда же они берутся. В винодельческое оборудование, конечно, все замечательно. Ну, например, если у нас участок в чистом поле, мы посадили виноград, что он у нас не забродит, да забродит. Хотя рядом нет никаких производственных предприятий, да, которые производили бы вино. Ну, нет, да, тем не менее, виноград прекрасно забраживает. И если бы это было действительно так, то вопрос, откуда же взялись первые дрожжи, да, и вообще, почему вино забродило. На самом деле, вообще основной источник дрожжей, да, и основное их место обитания – это почва. И ученым было доказано, что количество дрожжей на низковисящих гроздях в 4,8 раза превышает количество дрожжей на более высокорасположенных гроздях. То есть они обитают в почве везде абсолютно. И они на винограде есть. То есть даже в провинциях, где херес производят, там при прессовании землю добавляют. Как раз-таки для обогащения вот этого сусла дрожжами. Так делать не надо. Сразу говорю, то есть они там специально это делают, они знают, что они делают. В домашней виноделии я это делать не советую. Но, тем не менее, дрожжи на винограде присутствуют, живут в земле. И, конечно, на винодельческом оборудовании они живут тоже и разносятся насекомыми. Ну, в винодельческих странах, где виноделия много, там все понятно. В странах, где виноделий не шибко развито, все равно прекрасно забродит. И дрожжи есть. А второе высказывание, что, да, дрожжи все-таки есть, но они там буквально в единичных количествах содержатся. А в основном содержится всякий мусор, всякая грязь на виноградной ягоде. И, на самом деле, это действительно правда. Порядка 70-90% всех микроорганизмов, которые содержатся на виноградной ягоде и попадают в сусло, это плесени. Примерно от 9 до 20% это будут дрожжи, ну, а остальное это еще всякие различные микроорганизмы. То есть, это действительно соответствует истине. Но здесь есть и хорошая новость. Высокая кислотность виноградного сока и виноградного сусла убивает большинство из этих микроорганизмов. Либо эта высококислотная среда является неблагоприятной для их размножения. Поэтому бояться их не стоит. И, кстати, здесь вот те, кто любит разбавлять водой сусла, да, почему это делать не следует. Или, по крайней мере, делать это с умом, потому что вот эта кислота, она является защитной средой. Но самые кислотоустойчивые микроорганизмы это дрожжи, которые нам нужны, и те же плесневые грибы. То есть, все-таки, они могут размножаться даже в нашем высококислотном сусле. Но здесь есть хорошая новость. Дрожжи размножаются в разы быстрее. И как только они начинают активно размножаться, они подавляют всех остальных. И поэтому у нас вино прекрасно забраживает, прекрасно сбраживает и получается нормальный продукт. 8 тысяч лет насчитывает историю виноделия. Ну, как-то же делали весь этот период вино без чистых культур, без добавления серы. Серу начали добавлять только там, я уже сейчас не вспомню точно в каких веках. Ну, и то добавляли ее в минимальных количествах для дезинфекции посуды. Но никак не для дезинфекции сусла. Ну, а серию мы как-нибудь поговорим отдельно. Мы все-таки разговариваем о микроорганизмах. Так вот, когда наши дрожжи начинают активно размножаться, у них включается процесс брожения. Они начинают вырабатывать алкоголь, который является защитной средой. Они начинают вырабатывать углекислый газ и начинают активно потреблять кислород из сусла. Он там тоже содержится в растворенном состоянии. Именно поэтому другим микроорганизмам становится там жить и уж тем более размножаться крайне некомфортно. Поэтому с нашими суслами в большинстве случаев будет все в порядке. Почему еще говорят о том, что все-таки плохо используются дикие культуры дрожжей? Дело в том, что есть, ну, скажем так, три группы вот этих самых дрожжей. Вообще, на самом деле, их много. Их много, и многие из них могут вызывать брожение и вырабатывать спирт. И в каждом регионе вот этот дрожжевой состав, он будет отличный. Но именно это и позволяет делать уникальное вино в разных регионах. Так вот, первое дрожжи, так называемое мусорное. Дрожжи, они работают примерно до 2-4% спирта. После этого они погибают. Вот они могут выделять специфическую ароматику, но, опять же, мне не расходятся. То есть, кто-то считает, что она нежелательна, да, а кто-то считает наоборот, что именно вот эта ароматика придаст определенную пикантность и уникальность вина. Дальше уже вступают в работу, скажем так, благородные дрожжи, но они делятся на два типа. Одни могут сбраживать сахара примерно до 9-10% спирта, а другие вплоть до 19%. Так вот, первоначально в сусле преобладают эллипсоидные дрожжи. Вот они сбраживают порядка 10% спирта. А яйцевидные дрожжи, которые могут сбраживать более высокие содержания сахара и давать более высокие содержания спирта, их вначале мало, и они начинают свою работу в конце. Это, кстати, причина, вот кто регулярно делает вина, на определенных, вот когда остается совсем мало сахаров, брожение очень сильно замедляется вплоть до остановки, но потом при определенных условиях оно начинается вновь. Это вот переключение с одних дрожжей на другие. И что очень важно, если у нас сусло высокосахаристое, то из содержания вот этих яйцевидных дрожжей, которые сбраживают более высокие уровни сахара и давят более высокие уровни алкоголя, будет больше. Вот здесь большой привет тем, кто добавляет сахар порционно. Если уж нам действительно есть необходимость добавить сахар в сусло, то делать это надо в самом начале, чтобы количество вот этих яйцевидных дрожжей, способных сбродить высокое количество сахаров, было больше. Ну, к вопросу о том, насколько брожение на диких дрожжах является непредсказуемым и неуправляемым. Ровненько так же, как и на чистых культурах. Если мы знаем вот то, что я вам сейчас рассказала, мы понимаем эти процессы, то мы можем ими и в какой-то степени управлять. Да, вот касательно сахаров, я вам уже сказала, что если мы все-таки хотим добавить сахар, нам нужно его добавлять. Мы его добавляем в начале и таким образом делаем вероятность полного сбраживания вот этих самых сахаров гораздо выше. Теперь перейдем к вопросу, кто такие чистые культуры? И сразу миф про них, да, что это какие-то искусственные дрожжи, вплоть до генмодифицированные. Смотрите, чистые культуры – это абсолютно те же дрожжи, что и дикие. Единственное их отличие. Вот есть, да, я вам сказала, эллипсоидные дрожжи, есть яйцевидные дрожжи, но у них еще есть расы различные, которые несколько отличаются между собой. Так вот, в свое время ученые вот из тех же природных источников, с того же винограда, с той же почвы, в определенных местностях они высевали вот эти дрожжи, с ними экспериментировали и выбирали из них лучше. То есть, на самом деле, это ровненько такие же дрожжи, просто прошедшие очень длительный отбор по определенным критериям. Так есть дрожжи, которые считаются там наиболее лучшими, к примеру, да, для сбраживания сорта кабернея или шардонея. То есть, они просто были выделены вот в этих местностях, где традиционно производились вина из этого сорта винограда. И кто-то решил, да, какой-то эксперт, что вот, ну, не один, конечно, их была группа, что вот эти дрожжи, они, ну, наиболее, как бы, являются лучшими для получения вот такой определенной ароматики. То есть, бояться их тоже не стоит. Вот это не что-то супер какое-то, вот, искусственное, непонятное. Нет, на самом деле, это такие же дрожжи, просто выделены определенным способом. И использование таких чистых культур началось примерно с конца 19 века. Ну, у них, как бы, был очень длинный путь, да, кто-то считал, что все-таки на таких дрожжах сбраживать лучше. Лучше, конечно, там была и коммерческая составляющая тоже до определенного времени. Только одна компания имела патентное право продавать эти дрожжи. Ну, и разные специалисты. То есть, кто-то считал, что да, вот они дадут какую-то суперароматику. Другие считали, что значение вот таких культурных дрожжей все-таки слишком переоценено. И это было вплоть до примерно 70-х, даже 80-х годов, когда в учебниках встречалось, что все-таки значение культурных дрожжей в плане ароматики слишком переоценивают. Однако, ну, уже все-таки и 21 век, и уже, да, мы в нем живем больше 20 лет. Поэтому, конечно, наука не стоит на месте и работает в этом направлении. И действительно, я сама пробовала вино, приготовленное из одного и того же сорта винограда, с использованием разных культурных дрожжей. И оно по вкусу было разным. Ну, тогда те люди, которые дегустировали, вот одним понравилось одно, другим другое. Ну, да, вот так и есть. Вообще, все дрожжи дают примерно одинаковый химический состав вот этих ароматических веществ. Но пропорции разные. То есть доля истины в этом есть. И чистой культуры, да, они могут давать определенную ароматику. Другой вопрос. Вам лично она понравится, либо вам лично она не понравится. То есть тут, ну, вот такое вот есть. Насчет того, что они более предсказуемы. Ну, в какой-то степени, да, они могут быть более предсказуемы. Но, тем не менее, надо понимать, что мы используем нестерильное сусло. Есть, конечно, некоторые домашние виноделы, которые вот сок сусла получили, они его пастеризуют, и потом вносят те же чистые культуры. Ну, на самом деле, это избыточно. В производстве тоже никто так не делает. Это абсолютно лишнее. В производстве делают сульфитацию, обрабатывают сусло серой, которая не стерилизует сусло, а лишь задерживает рост микроорганизмов. Ну, потом дрожжи носятся, да, и то, о чем я вам говорила, начинают активно свою работу и подавляют всех остальных. Но дело в том, что сера – это не стопроцентная гарантия того, что там больше никто жить не будет. Есть определенные микроорганизмы и те же, ну, скажем так, мусорные дрожжи, которые очень устойчивы к сере. И таких дозировок, ну, они просто будут плохи, в принципе, да, чтобы убить вот эти вот нежелательные микроорганизмы. Тем не менее, спраживать его на культурных дрожжах либо на диких, все равно в большинстве случаев, если мы плюс-минусы делали правильно, мы перейдем к нормальному, хорошему результату. Я, как бы, чистые культуры не применяю. Я все-таки сторонник того, что у меня есть, что мне природа дала, с тем я буду и работать. Но касательно тех же чистых культур, на самом деле, они могут быть довольно капризными. Им многим нужно, кроме того, что просто их добавлять, нужно выносить питание. Хотя, если мы говорим о виноделии по красному способу, то питания там должно быть более чем достаточно. Тем не менее, чтобы не получить какие-то неблагоприятные запахи, вот этим дрожжам необходимо внести определенные подкормки. Но это все вместе продается. Ну и несколько раз я слышала, что у культурных дрожжей у некоторых появляется специфическая ароматика, тоже не совсем желательная для вина. Например, запахи нефтепродуктов. Да, такое тоже бывает. Что касается диких дрожжей. Тут тоже, да, может быть все хорошо, может быть не очень. Вот противники натуральных вин, которые производятся без добавления серы, без лишнего вмешательства человека, без добавления культурных дрожжей, говорят о том, что многие вина вот такие натуральные, они пахнут стойлом. Фу-фу-фу, это все там ерунда, эти вина вонючие и так далее. Ну, честно вам скажу, что за, наверное, 8 сезонов и на деле, то, конечно, ни разу я не чувствовала запаха стойла, запаха животины. Более того, несколько раз меня и угощали вот такими натуральными винами. И там я тоже запаха стойла не почувствовала. Да, он может действительно быть, но далеко не всегда. И может и не стоит его столь бояться. То есть на самом деле использование диких дрожжей не настолько страшно, как о нем говорят. Впрочем, как использование культурных. Тут уже каждый решает, что ему проще, что ему ближе по его философии и по его мировоззрению. И я бы сказала, что очень неправильно говорить, что вот такое вино лучше, вот такое вино хуже. Они просто разные. И кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Но что касаемо использования диких дрожжей. Все-таки желательно делать закваски перед тем, как ставить на брожение. Смотрите, если мы делаем, ну, даже возьмем вино по красному, хотя и по белому тоже. Вот мы ягоды подробили, поставили. У нас забраживание начинается примерно на третьи сутки, иногда на четвертые. Если у нас сусло высокосахаристое, оно забродит позднее. То есть оно забродит, но оно забраживает позднее. И вот часто сейчас сезон, да, пишут в комментариях, у меня там день прошел, вино не забродило, два дня прошло, вино не забродило, ай-яй-яй, что делать? Оно забродит, но нужно время, чтобы дрожжи накопили определенную массу и включили вот этот вот бродильный процесс. И, конечно, в это время наше сусло является не... Да, кислота его защищает определенным образом, но все равно. Там еще могут размножаться какие-то другие микроорганизмы. Они могут... Ну, многие же так делают, и ничего страшного. Но это не совсем желательно. И лучше использовать закваску. Что такое закваска? Все то же самое, только в маленьком количестве. Примерно за неделю, лучше за полторы. До того момента, как мы начинаем собирать основной урожай, мы берем где-то гроздь, две ягод, снимаем их с грибней, давим, закрываем баночку и ставим в темное место при той температуре, при которой у нас в дальнейшем будет наше вино бродить. Вот это важно, потому что дрожжи изначально... Вот они очень не любят перепады температур. Если они как бы привыкнут работать в холоде, они будут работать в холоде. Я несколько раз показывала, что у меня вино прекрасно бродит и при температуре 10 градусов. Вот пример. Термометр, сусло где-то 12 градусов. Видим. Активная пена. И вот затвор. В этом же помещении при той же температуре еще одно сусло. Вот смотрите, как оно активно волькает. 12 градусов при этом. Все нормально, просто дрожжи к этому привыкли. А вот если мы их из плюс 25 перенесем в плюс 10, вот для них это будет стрессом, для них это будет шоком. В таком случае часто затор разворачивается в обратную сторону, перчатка втягивается внутрь. Это перепад температуры. И у дрожжей процесс брожения выключается, начинается процесс дыхания. Они втягивают воздух. То есть, используя закваску, мы можем изначально приспособить дрожжи к тем условиям, в которых они потом будут работать. И помним про сахар. Да? Если мы планируем сбраживать высокосахаристые сусла, ну, например, мы хотим сделать какие-то процедуры увяливания, повышения сахаристости. Ну, я против добавления сахара. Но иногда кому-то хочется, да? Кто-то считает это для себя необходимым. Иногда это действительно необходимо. Так вот, вот в этом маленьком объеме мы можем тоже изначально добавить сахар, повысить его там до 25, даже до 28%. Оно будет долго забраживать. Но потом оно забродит, и мы получим нужную нам массу микроорганизмов, которые затем прекрасно сбродят наше сусло. А пропорции примерно, когда вот у нас очень активно началось брожение, то есть, повторюсь, желательно недели за полторы, потому что дня 4-5 это будет забраживать. А потом, то есть, нам надо не просто, чтобы оно активно забродило, а чтобы оно немножко побродило. Да? Съелись немножко сахара, выработался спирт. Помните? Примерно 2-4% и мусорные дрожжи умирают. Да? То есть, у нас уже умрут мусорные дрожжи. Наберется нужное, хорошее количество тех дрожжей, которые нужны нам. То есть, примерно, старайтесь, чтобы это было полторы недели. И пропорции вот половинки пол-литровой баночки литров на 20 вам прекрасно хватит. Ну, так, плюс-минус. Как только вы внесли, уже на следующий день, как правило, у вас будет хорошая бурная шапка. Они там замечательно размножатся. Либо, если вы ставите несколько партий, ну, первую вы поставили, как получилось, не у всех бывает время заранее что-то сделать. Бывает, что мы приехали на участок, понимаем, что, ну, все, надо виноград снимать. Вот там птицы едят, он потрещал, всякое может быть, там, все прекрасно понимаем. Ну, если ставим несколько партий, то из предыдущей партии мы просто можем немножко сусла добавить в новую. Там уже есть дрожжи, и они быстрее начнут свою работу. То есть, использование закваски все-таки я рекомендую. Так и вам проще. И все-таки качество получаемого продукта тоже может быть несколько выше. Ну, касательно культурных дрожжей. Тут вы смотрите сами, да, хотите вы использовать дикие, или вы хотите вы использовать культурные. Я противник культурных дрожжей. Я для себя их не вижу. Тем не менее, я считаю, что есть два, как бы, варианта, два случая, когда желательно использовать все-таки культурные дрожжи. Первый случай это для новичков, которые начитались рецептов в интернете и бухнули много сахара. Потом ай-яй-яй, у меня вино сладкое, что мне делать? Вот здесь вам могут помочь именно культурные дрожжи, которые перерабатывают большое количество сахаров. И ждать, пока ваши родные что-то перебродят, особенно, когда вы стали этот сахар в конце добавлять по рецепту, то ждать, наверное, смысла нет. Проще пойти в магазин, купить вот эти спиртоустойчивые дрожжи и их добавить. Это не панацея, потому что, если вы насыпали слишком много сахара, даже вот таких дрожжей есть предел. Но, тем не менее, я считаю, что использовать их разумно в таком случае. Второй вариант, если вы используете покупной виноград, он может быть чем-то обработан, и изображивание его может быть проблематично. то есть, если у нас, конечно, откуда-то есть закваска, да, либо мы там покупаем вторую партию винограда, либо у нас был какой-то свой, а мы решили еще подкупить, и у нас есть, что туда добавить, замечательно. Добавить туда нечего, то, я думаю, что имеет смысл сбродить на культурных дрожжах, потому что, повторюсь, виноград мог чем-то обрабатываться, и действительно, содержание дрожжей может быть очень слабеньким, и пока-пока не забродят, но это будет очень длительный процесс. И третий вариант, третий случай, ну, на самом деле, очень редкий, но он тоже может иметь место. Если ваши собственные дрожжи, вот вы поставили один год, второй, и понимаете, что да, вот есть какой-то запах животины, есть какие-то неприятные привкусы, ну, что поделать, у вас вот могла сформироваться на участке такая микрофлора. В таком случае, конечно, тоже имеет смысл использовать культурные дрожжи. Но в остальном выбор за вами. На самом деле, бродят нормально и те, и другие, но дальше все вопрос личных предпочтений, убеждений и удобства. На этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов и награды и контакты. До новых встреч!